Здравствуйте, дорогие угличане! В конце года принято подводить итоги. И сегодня с главой Углического муниципального района Сергеем Валерьевичем Маклаковым мы поговорим о главных событиях, которые произошли в 2014 году. Сергей Валерьевич, здравствуйте! Добрый день! И, конечно же, первый вопрос подсказывает нам сама повестка дня тех событий, которые происходят в России. В России это мировой финансовый кризис, кризис, который докатился и до нашей страны. Это безумные скачки доллара, евро. Вот вы лично как эти события оцениваете, как переживаете? Даже, наверное, не как глава района, а просто как мужчина, как человек, за плечами которого стоит семья. Вообще слово «кризис» мне не нравится. Что такое кризис? Любой мужчина, если мы говорим о мужчине и о семье, он просто в любых погодных условиях обязан содержать семью, чтобы дома было тепло и светло и сытно. Долларов, слава богу, и евро у нас нет. Что касается личных накоплений, они уходят все на детей, на внуков. Поэтому в этом отношении дышу совершенно спокойно, ровно и свободно. Если говорить уже о политических моментах, то считаю, что слава богу, что это все случилось. И сегодня наши предприятия, сельхозпредприятия, начинают напрягаться, начинают думать, как дальше жить, как выживать. И это даст рост. Мы каждый год говорим, что год тяжелый, год тяжелый. Но на самом деле наши предприятия дают рост. Сегодня угличане получают заработные платы, имеют работу, строим детские сады. У нас рождаются новые предприятия на территории, и сельскохозяйственные, и производственные. Поэтому слово «кризис» я бы употреблять не хотел, а всегда говорю, что с каждым годом мы должны работать профессионально, лучше, подтягивать больше молодежи и двигаться вперед. Ровно год назад, когда мы с вами точно так же готовили итоговое интервью, мы говорили о том, что нам предстоит непростой год 2014-й. Вот он практически уже завершен. Как вы оцениваете, он был простым для угличского района или все-таки непростым? Ну, год лошади, он и есть год лошади. Скакали очень быстро, и по-всякому. Но останавливаться мы не успевали. Передохнуть тоже было некогда. Очень много мероприятий, очень много работы. Надо было успеть это все сделать. Получилось многое, сделали многое. Если не считать угличмаш, то, что мы действительно потеряли завод, это правда, и об этом тоже надо говорить. А все остальное, я считаю, что мы только нарастили и отработали положительно. Ну вот вы затронули тему угличмаша. Действительно, прошедший год был такой достаточно неоднозначный для углической промышленности. С одной стороны, потеря угличмаша. С другой стороны, мы с вами вместе были на строительстве нового завода углического. Как вы оцениваете вообще развитие углической промышленности? Есть ли перспективы? Вот запретили употреблять слово «кризис» в эти непростые времена? Ну, я считаю, что вообще это ротация. Говорить сегодня об угличмарше, что мы его потеряли. Да, действительно, мы его потеряли. Но я об этом говорил еще 10 лет назад. Если помните, когда еще заходил разговор по котельной, когда из нас они выжимали деньги на ремонт котельной, на приобретение топлива. И мы вынуждены были это делать. И я говорил, когда мы построим новую котельную, то не станет этого завода. Потому что надо им было думать не о том, как из нас выжить денег. Им надо было думать о том, как развивать производство свое. И, может быть, даже менять какие-то направления, чем занимались, скажем, другие наши коллеги в этом отношении. Это и Тубофлекс, тот же НИХСА, Стайк Электронис. Да, много заводов, которые нашли свою нишу в этом отношении. Они просто работают, платят зарплаты, платят налоги. Отчитываются за свою работу, строят нормальные планы. Постоянно им дополнительно то электроэнергии надо, то где-то земельный участок расширить для того, чтобы дополнительный цех построить. Идет это бурное развитие. Поэтому говорить уж о том, что прямо вот оно сразу это все обвалилось, оно давно было понятно, что с таким отношением собственника к этому предприятию этому предприятию все равно долго не жить. Рабочих мест мы там потеряли в этом году 80. Но, с другой стороны, 150 у нас сейчас буквально в начале года открывается новый завод. И 150 рабочих мест... Это умерческий завод, конечно, наше настроение. Согласно планов, согласно графиков. И я думаю, что в этом отношении мы будем дальше двигаться, работать. Сергей Иванович, вот у местной власти, к сожалению, не так много рычагов и инструментов для того, чтобы помогать собственным производством. Вот вы лично для себя как определили, в чем заключается ваша помощь именно углическим предприятиям, углическим производителям? У нас уже второй год работает экономический совет. Мы анализируем все предприятия. Самое главное – быстро реагировать, если у предприятий есть какие-то в чем-то потребности. Совершенно разные. Это может быть и в земле, это может быть в электроэнергии, это может быть в рабочей силе, это может быть в каких-то документах, которые нужно подписать, там где-то что-то пробить, отвезти. Вплоть до того, что даже некоторые предприятия просят просто остановку рядом с предприятием сделать, чтобы от города находиться, ну скажем, на приличном расстоянии, и чтобы работникам далеко не ходить, просто сделать остановку. И мы всегда на это идем, мы стараемся это все быстро делать, для того, чтобы предприятие двигалось, работало. И каждый директор предприятия и люди, они должны чувствовать, что мы работаем на один результат. Не важно, что предприятие с прибылью там работает, и прибыль там остается на предприятии, да и слава богу, чем богаче предприятие, тем и богаче мы будем. Вот, а самое главное, чтобы мы работали на один результат. И я считаю, что в Угличском районе у нас это получается. Сергеевич, особая, наверное, тема для Угличского района, это появление новых предприятий на селе. Этот год был для Угличского села, наверное, в этом отношении показательным. Открылся новый цех Углической птицефабрики. Продолжает развиваться, стабильно развиваться Агри-Волга, Агрохолдинг. Ей под стать и мир тоже, тоже идет развитие очень серьезное. Вот вы как оцениваете те явления, которые происходят в нашем сельском хозяйстве, в Углическом? Чему вы, может быть, рады? Чему, может быть, вы не очень рады? Где нужно поднажать? У нас показатели хорошие. Мы где-то на третьем месте по Ярославской области, где-то на первом месте. Все хорошо и все развивается. С другой стороны, у нас 50% земли, даже чуть больше, не обрабатывается. Это говорит о том, что нам еще работать надо много-много и очень много, чтобы говорить о том, что у нас в Углическом районе сельское хозяйство работает и развивается. Поэтому у нас можно сегодня отметить не только Агри-Волгу, не только птицефабрику. Я бы сегодня отметил СПК Клементьева, куда у нас пришел Айден Феклетович, он взял второй колхоз. Я бы сегодня его отметил и сказал бы ему слова благодарности. Вот он берет такие колхозы, слабенькие, дохленькие, и постепенно-постепенно вытаскивает. Там нет каких-то рывков таких больших. Ну, понятно, у него он не тот инвестор, который с миллиардами приходит и с миллионами. Он самый обыкновенный, наш угличанин. Но за счет грамотной его работы, за счет желания его работать и заниматься сельским хозяйством, то он колхоз за колхозом потихоньку вытаскивает. И взять можно сегодня того же сметанина наших, который тоже и картошку выращивает. Это фермер, да? Фермер сметанин, да. Это и картошка, и свекла, и капуста. И они тоже обороты набирают. Я бы сказал, что вроде бы фермер, но объемы у него, как у хорошего колхоза, раньше были. Поэтому в этом отношении наша задача сейчас максимально работать, чтобы видеть лет через шесть, чтобы там процентов на 80, если земля будет обрабатываться, тогда смело можно сказать, что углич как сельскохозяйственный состоялся. Хотя сегодня у нас показатели, еще раз повторюсь, очень хорошие. Самое главное, что нас успокаивает этот органический продукт. Мы с вами имеем возможность кушать самые натуральные, самые вкусные сельхозпродукты. И это на самом деле экологически чистый продукт. Это не просто слова, это факт. И есть наши углические магазины, скоро второй магазин в центре появится. Приезжают, когда к нам москвичи, скупают полностью. Бывают моменты, когда магазин просто пустой. После выходных туда заходишь, вот просто пустой, просто ничего нету. Все скупают. Это говорит о том, что уже распробовали, это же у нас не месяц, не два, это у нас уже второй, третий год. Поэтому, как бы люди поняли, да, действительно, это тот продукт, которым нужно питаться. А мы, угличане, имеем возможности его кушать. Вот говоря о наших гостях, москвичах и не только, наверное, москвичах, хотелось бы плавно перейти к теме туризма. В Угличе достаточно долго к ней относились подозрительно. К этой теме, к самому туризму. Многие говорили, что, может быть, это не совсем то, что нужно для Углича. Вот вы лично как считаете, туризм стал точкой роста для Угличского района или пока еще не стал? Туризм не то, что стал точкой роста для Углича. Туризм сегодня даже доход в бюджет приносит почти 14 миллионов рублей в год. У нас всего наших налогов местных 150 миллионов, и 14 миллионов нам приносит туризм. 7 тысяч рабочих мест нам туризм создает. Это, считайте, как один хороший большой завод. Экономика района строится на трех китах. Это сельское хозяйство, это промышленность и это туризм. И туризм это такой один большой блок, которым нужно заниматься дальше. У нас состоялся второй съезд. Да, вот хотел перейти тоже. Второй съезд мэров. Ну да, у нас есть результаты конкретные, понятные. Но я считаю, что нам еще очень много-много надо работать для того, чтобы действительно говорить, что Углич город туристический. Очень много работы предстоит именно по инфраструктуре. Вот на съезде мы услышали от коллег, кто занимается именно развитием городов. И очень много таких новых предложений, которые мы сейчас тоже будем внедрять именно у нас в Угличе, в Угличском районе для того, чтобы развивать туризм. Этот год в России прошел под знаком года культуры. И Углич, Угличский район опять, наверное, уже в очередной раз доказали себя состоятельными. Мы получили несколько федеральных грантов. Суммы достаточно высокие. Вот как вы лично оцениваете развитие вообще культуры в Угличском муниципальном районе? И кому вы все-таки больше всего обязаны тем, что мы получили эти гранты? Один грант – это в чистом виде заработали наш информационный центр туристический, заместителем, начальниками управления и со всеми, скажем, подчиненными. И, конечно же, это наша культура в целом. Отработали так, что мы заработали эти гранты. Поэтому и гранты будут тратиться именно на них. Именно на эту сферу культуры. Говоря вообще о культуре, говоря об Угличе, наверное, нельзя пройти стороной такую достаточно больную тему для Углича. Да и не только, наверное, для Углича, а для всех малых городов России, где есть историческое наследие, я имею в виду архитектурное историческое наследие. Вот как в этой связи обстоят у нас дела? Что, может быть, удалось достичь в этом году? Может быть, какие у нас были утраты с точки зрения архитектурного облика? Что нас ждет впереди? Может быть, какие-то есть перспективы в этом направлении? Это одна из самых основных тем, о которой болит душа. Мы каждый год теряем памятники архитектуры, так как малые города, центральная Россия, они все деревянные. И пожары случаются, и гниют просто, и денег не хватает на то, чтобы их сберечь, потому что требуются очень большие вложения. И все-таки, если мы не будем заниматься этими памятниками, понятно, что если это не собственность муниципалитета, мы не имеем права туда даже тратить деньги на них. Но, тем не менее, нужно искать, может быть, предпринимателей, может быть, богатых людей, может быть, идейных людей. И эти памятники нужно в любом случае реставрировать, ремонтировать. Если мы этого делать не будем, то пройдет совсем немного лет, и мы не будем интересны туристу, потому что те спальные районы, те дома, которые мы строим, коробки, они везде, эти коробки строятся, они никому не интересны. Я надеюсь, что государство на это обратит особое внимание, потому что без помощи государства здесь нам очень сложно привести это все в порядок. Это стоит, ну, скажем, даже не миллионы, даже миллиарды. Сергеевич, вот совсем недавно началась консервация дома Меховых Воронинах. Долго этого добивалось, и общественность, и вы лично тоже в этом принимали участие. Ну, вот, наконец-то началось, пускай деньги на первом этапе выделены небольшие, но, может быть, это удастся нам сохранить этот памятник. Я знаю, что достаточно серьезную работу провел Углический фонд архитектурного Углича, исторического именно Углича под руководством Бачино. Вот есть ли там какие-то перспективы, есть ли у них какие-то интересные проекты, как-то они продвинулись, все-таки они уже год работают, этот фонд? Пользуясь случаем от имени всех Угличан, хочу поблагодарить Сергея Викторовича. Действительно, Угличу повезло в том, что к нам пришел такой человек, и создали мы совместный фонд исторического Углича, и сегодня он сюда вкладывает, я бы сказал, в первую очередь душу свою, привлекает профессионалов и архитекторов, и историков. И буквально на прошлой неделе состоялся показ первой работы, это историческая часть города. Как мы видим, улицу Спаскую, центр, улицу Бергольц, набережную. То есть проектная часть какая-то уже? Да, 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 работа проведена очень большая на самом деле, проведены очень большие исследования, все это положили на бумагу. Я думаю, что после Нового года мы это все покажем на общественной палате, потому что там нужно советоваться, нужно спорить, просто восстанавливать, как это было там в 18-м, в 19-м веке тоже нельзя, потому что сегодня уже ГОСТы другие, машин больше, ну, время меняется, и наша задача найти ту золотую середину, чтобы и восстановить тот город, чтобы он был интересен, и учесть те ГОСТы, чтобы могли где-то проехать и пожарная машина, и скорая помощь. Фонд работает, и чем больше таких будет у нас людей, я бы даже назвал его, наверное, не инвестором, а просто человеком, как скажем, который полюбил малый город. Можно сказать друг, да? Да, да, друг города. И вот побольше бы таких друзей малым городам, и я считаю, что малые города за счет этого они и будут восстанавливаться. Ну и понятно нам самим, и угличанам не надо сидеть на месте, и наша задача всячески им помогать. Я надеюсь, что этот фонд дальше будет развиваться, будет работать, и уже следующий год мы планируем улицу Спаскую. Люди уже должны почувствовать физически, что город меняется. Сергей Иванович, вот вы сказали город будущего, и все-таки если говорить о городе будущего, невозможно обойти стороной те стройки, большие стройки, которые проходили и в этом году в углическом районе, я имею в виду эту и новую котельную в микрорайоне солнечный, и новый детский сад в микрорайоне Мирный, и завершение второй очереди газификации Левобережья, и завершение газификации Золоторучья. Таких много было строек. И у Лейма. И новые дома, которые у нас строятся, которые у нас даются, что у нас город уже расширяется, и нужно выходить на сельские территории, потому что места просто нет где строить. И вы как-то нас приучили, и прессу приучили, и угличан приучили, что вы лично все это контролируете. Вы постоянно регулярно выезжаете и с представителями средств массовой информации, и без представителей средств массовой информации. То есть у вас в кабинете висят эти ленточные планы графики, где, когда, что, должен быть заливка фундамента до крыши и до внутренней отделки. Вот как вы считаете, такой личный контроль уместен, он необходим? Я считаю, ну, наверное, каждый свою работу выстраивает по-своему. Я по специальности горный инженер, поэтому у меня обязательно должен быть график, сетевой график, где должно быть все полностью расписано. И я считаю, что такие объекты, которые развивают наш с вами город, это и детские сады, это школы, это все-таки, скажу про бассейн, и мы его все равно построим, я это точно знаю, и проектируем уже Ледовый дворец. И жилья в этом году сдали уже почти 26 тысяч квадратных метров. Если мы помним, там лет 8 назад 9 тысяч квадратных метров, это считалось уже хорошей показателем, то мы последние три года сдаем по 25, этот год уже 26 тысяч. И действительно, в городе не остается уже строительных площадок, вот у нас остается мерные два, мерные три. Все, сейчас будем выходить с предложением на сельский глав, именно о расширении границ города, потому что город все равно должен расширяться, должен расти. Обязательно спортивные инфраструктуры, это спортивные площадки, те 6 площадок, которые мы построили, еще минимум 6 требуются уже площадки с тартановым покрытием, ну, скажем, уже нового поколения площадки. Детские площадки обязательно нужно строить. Почему сам лично контролировать? Ну, рыба гниет с головы. Я считаю, что вот именно такие объекты, которые дают, скажем, продвижение города, однозначно глава должен это все контролировать, чтобы не было долгостроев. Как бы кто ни говорил, но мы детский сад за год построили. И детский сад такой, скажем, я бы сказал, сложный детский сад, капитальный. И в прошлом году примерно в это время мы начали, и вот мы его на Новый год сдаем. И на самом деле, раньше вспомните, сколько времени строились такие объекты. Это минимум 2-3 года. И с другой стороны, я гарантирую качество этого объекта. В этом садике будет тепло, там широкие коридоры. Ну, как бы там все предусмотрено уже, скажем, нового поколения. Сейчас мы начнем строить еще один детский сад буквально рядом. Ну, и мечта, конечно, потом соединить этих два сада бассейном. Если Бог даст, успеем по времени, то у нас будет такой, скажем, это 500-550 детей. И вот комплекс такой. Комплекс будет такой, да, 8-я школа. И такой, скажем, детский комбинат большой. И, конечно, бассейн, чтобы 3 ванны было минимум. Это для малышей, для средних и для старших. Это реально, где детишки будут расти здоровыми, крепкими. Хотя не только детские сады. Вот мы сейчас проектируем школу. Это в микрорайоне Солнечный. И, надеюсь, нам удастся тоже ее построить. Она называется «Пристройка к 5-й школе». Но на самом деле 5-я школа – это 200 мест, а пристройка будет на 800 мест. 4 спортзала. Да, понимаем, о чем идет разговор. Разговор идет о большом капитальном здании и конкретном понятном расширении. Поэтому я и отвечаю лично за эти объекты. Это объекты не на десятилетия строятся, а на столетия. И потом будут приносить людям пользу. И наша задача максимально сейчас в этом участвовать. Мир очень быстро растет, очень быстро двигается. Если мы хотим чемпионов по хоккею, по футболу, по самбо, по дзюдо, по кудо, по шахматам, там не важно. Мы должны создать базу для того, чтобы тренера имели возможность этих чемпионов растить. Да просто, чтобы здоровое наше поколение было. И этим мы и занимаемся. Сергей Валерьевич, говоря о наших стройках, наверное, все обходим стороной. Но я все-таки хочу прямой вопрос задать по котельной микрорайоне Солнечный. Многие не верили, что этот проект будет реализован. Я знаю, что и у вас были сомнения. Я помню, как вы достаточно скептически говорили, когда была закладка первого камня, фундамент. Как вы говорили о том, что этот проект еще только в самом начале пути, еще много нужно предстоит. Вот сегодня, когда уже проект завершен, когда котельная уже работает, какие чувства? Вот все сделано или еще как-то напряжены? Напряжения, конечно, уже нет. Напряжение сейчас уже совсем другое. Напряжение по тем объектам, которые я назвал, которые нам нужно реализовать. Ну, чувство, скажем, удовлетворенности я имею в том отношении, что да, действительно, это сложный объект. Он реализовывался не за деньги бюджета совсем. Это за счет средств инвестора. Не было объема газа. Я помню, да, по газу в Ухту ездили. Здесь очень уместно сказать про Иван Михайлович Асомов. Который, если бы он тогда со мной не согласился поехать в Ухту, и если бы он не проговорил с нужными людьми, то мы точно бы не получили на новую котельную дополнительные объемы газа, и тогда бы этот проект не состоялся. Сейчас, если еще до конца доведем сеть и проведем полностью гидравлику, ну, я думаю, что качество услуги будет совершенно качественнее, чем то, что было. Сергей Иванович, я помню 2011 год, когда мы с вами приехали на левый берег, и как люди вам в лицо говорили, что все это вранье, газа не будет на левом берегу, что все это просто пустые обещания, ничем не подкреплены. Вот завершилась прокладка магистральной трубы. Сейчас у людей есть возможность прокладывать свои собственные квартиры, собственные подводы, газопроводы, газифицировать свое жилище. Безусловно, левый берег, он получает совершенно иное, новое качество, новый импульс в развитии. Вот как долго шли вот к этому проекту, сколько подводных камней пришлось преодолеть, и вот вас не обижало действительно то, что вот люди вам вот так вот говорили, что все это вранье, что ничего не будет? Хотя на самом деле у вас, наверное, были какие-то наработки, что все это реально. Но все начинается с мечты. И когда мы первый раз приехали на левый берег, и когда первый раз участвовали на собрании, когда люди не верили ни в баню, которая там, говорят, никогда вы ее не сделаете, и про газ вы все обманываете, и про воду вы все обманываете. Вот. Ну, наверное, людей можно понять. У человека жизнь одна, и каждому человеку хочется прожить эту жизнь достойно, в хорошей квартире, в тепле, с водой, со всеми условиями. И когда люди полжизни или жизнь живут в своих домах, не имея там ни канализации, ни воды, ни газа, любого коснись, и этой веры бы до конца у любого бы, наверное, не было, но мы своей работой людям, наверное, все вместе показываем, что за те проекты, за которые мы беремся, как бы тяжело они ни были, мы их реализуем. И по сегодняшний день на Левом берегу люди не верят, что они говорят теперь, что вот вы газ в трубу провели, и все. А нам этого газа не достанется. Но каждый должен понимать, что все-таки для того, чтобы к себе в дом уже ввести этот газ, все-таки тоже нужно вложиться, нужно побегать, нужно поработать. Но здесь бюджет, да, не позволяет? Просто так, да, тут бюджет не позволяет. Сейчас уже непосредственно людям по улицам нужно проводить собрания. Необходимо заказывать проекты, и когда будут готовы проекты, а уже некоторые улицы уже, есть практически готовые проекты, то мы их будем включать в областные программы. Левобережцам надо просто активизироваться. Уже не верю-не верю играть, а сегодня просто активизироваться, и нужно двигаться, приходить. Если что-то непонятно, мы готовы объяснять, готовы помогать. Но все равно нужна инициатива самих людей. Сергеевич, вот от таких проектов, которые отразились на всем Угличе, и которые отразятся на всем Угличском районе, как вы сказали, это не на десятилетие стройки, это на столетие стройки. Хочется все-таки перейти именно к вам, к вашей личной жизни, к семейной жизни. Вот в семейном плане для вас этот год был каким? Можете вспомнить что-то такое наиболее яркое, что у вас произошло в этом году? У меня яркое каждую неделю, я в выходные, когда дети приезжают, мы или там в огороде собираемся, или едем куда-то, там или в цирк, или на спектакль, или просто отдыхать, или там на лыжах, или едем в футбол играем, прямо с семьей собираемся, там мячик гоняем. Для меня это всегда очень важно, очень ценно. Года проходят, дети вырастают, так обидно. Все-таки хочется, чтобы вот они на каком-то этапе останавливались, и когда вот они вырастают, из семьи уходят, ну слава богу, что хотя бы на выходные приезжают. Вот, внуки уже, поэтому, конечно, семья это, я считаю, что вообще страна, Россия, складывается из ячеек. Ячейки это семья. И насколько крепко каждая семья в России, настолько стабильное общество. В семейном плане я счастливый человек, у меня очень хорошая семья, у меня очень хорошие друзья, мама у меня еще жива, слава богу, дай бог ей здоровья. Вот, ну, все равно я, наверное, больше думаю не о семье, а больше думаю все равно о городе, о районе. И голова больше болит, когда едешь по улице. А если когда еще видишь, что кто-то бумагу кидает, мусор кидает, или что-то не так делает, вот такое ощущение, что это в твоем доме. Они зашли к тебе в дом, на кухне взяли и вывалили в ведро этого мусора. Вот внутреннее ощущение такое. Я как бы остро на это реагирую, не знаю правильно это или нет, но вот себя не переделать. И поэтому, думаю, наверное, в семье все хорошо, потому что некогда о ней думать. Постоянно с утра до вечера приходится думать о тех реализации, тех планах и программ, которые мы с вами перед собой ставим. Губернатор строго-настрого запретил главам районов выезжать на новогодние праздники куда-то. Наверное, подразумеваю, что все отправятся за рубеж или что-то еще. Вы как-то для себя наметили, как встретите новогодние праздники? Откровенно говоря, новогодние праздники для руководителей, это для главы и для замов. Однозначно, мы должны быть все на месте, потому что мы понимаем, что это каникулы, и люди должны спокойно, нормально отдыхать и понимать, что ничего ни с кем не случится. И для того, чтобы это все было достойно, однозначно, мы будем все дежурить, мы будем все работать. Ну, параллельно у нас есть куда ехать. Пожалуйста, Волга, лыжи взял, поехал, проблем никаких нет. Пожалуйста, охота, пошел, проблем нет. Пожалуйста, рыбалка, пожалуйста, дом, кино, пожалуйста, вот он центр, елка. У нас мероприятия расписаны, все новогодние мероприятия, там с утра до вечера. Только участвуй, только бери детей, иди участвуй, не ленись сам, и есть чем заняться. Никогда я не ездил за границу в Новый год, и всегда был здесь, это наш семейный праздник, и будем с угличанами вместе этот праздник и праздновать. Сергей Вячеславович, и может быть, небольшое пожелание угличанам в новом 2015 году, поздравления с Рождеством? Пожелание, конечно, чтобы все угличане друг друга уважали, друг друга любили, друг другу помогали, и пожелать всем хочу однозначно это здоровье, пожелать хочу терпения, потому что в этой жизни обязательно нужно иметь терпение, пожелать хочу солнышка, улыбок, всего самого доброго, не знаю, много детей, чтобы у нас в угличе было, чтобы все счастливые были, вот, ну, это, наверное, вот мое внутреннее состояние. Сергей Вячеславович, спасибо вам, успехов, наверное, чтобы новогодние праздники прошли как можно спокойнее, не в плане шума и веселья, а в плане каких-то чрезвычайных ситуаций, все-таки, чтобы было шумно, весело, много гостей, чтобы было много радостей, много улыбок. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.